а глава четвертая моей книги тайная психология денег секреты богатства и процветания что делать скептику что же делать сам человеку который не верит и сомневается чудеса говорите вера сила мысли покажите и докажите тогда я поверю это как в притче человек никак не мог поверить что бог существует и сказал господи дай мне знать позволь мне увидеть тебя тогда я поверю в тебя и настал прекрасный и удивительный день но человек этого просто не заметил и продолжал просить господи прошу поговорить со мной и луговые травы и птицы вдруг запели но человек этого пения не слышал и продолжал просить ну хоть дотронься до меня дай мне знать что ты рядом и прекрасная бабочка села к нему на плечо но он нас махнул ее и пошел дальше это для меня не новость об этом я уже читал говорит он и правда существует большое количество литературы на эту тему но почему-то добиваются процветания успеха далеко не все а ответ кроется в сознании человека он вроде обладает знаниями работает упорно но мыслит он исходя из психологии бедности поэтому никак упорная работа не приносит желаемого результата такой человек подсознательно считает что недостоин больших денег и успеха хотя желание иметь большие большие больше материальных благ него есть а в сознании записано недостоин что-то почитает что-то полистает закроет и идет дальше и опять он укунается в привычный мир привок страха и беспокойства в гонку под названием выживание к тому же притягивает своими мыслями мысли таких же скептиков как он сам а также соответствующий опыт даже если ему удается скопить или вложить деньги он все равно они все равно уходят от него сколько таких примеров человек выигрывает в лотерею или в казино огромные деньги а через некоторое время смотрит их уже и нет где они куда потратил и сам не знает были и нет что-то покупал куда-то ездил да не верит он ни во что не в себя не в бога у него нет ни сил ни энергии что-либо меня а что может измениться у такого человека да ничего ты ему говоришь любезный а вы не считаете что рождение ребенка это чудо и божественное творение а он говорит нет а то что кожа после пореза сама восстанавливается это он считает нормой само собой разумеющимся не верит он считает что ему должны должны показать государство должно да и начальство тоже ведь зарплату у него маленькая на жизнь не хватает только на выживание так у него ничего и не меняется потому что бедность проблемы и болезни от человеческого невежества не верят и не ведают эти люди свою силу и свое могущество не могут поверить и все тут если человек не готов и не верит тут же разговоров на эту с ним на эту тему даже с ним и не заводить а может ли что-то измениться конечно может но для этого ему необходимо осознать что он часть великой могущественной силы которая создала все в том числе и его самого вот тогда начнутся перемены и преображение такого человека стоит вам однажды осознать или по меньшей мере заподозрить что более высокий качественный уровень жизни реально существует и можете считать что вы уже почти его достигли единственное препятствие на пути к более счастливой и яркой жизни невидение самого человека о ее существовании пишет Вернан Говард от себя хочу добавить конечно люди понимают что кто-то живет лучше но по какой-то неведомой причине они много очень многие этот более высокий уровень с собой не соотносят думая что для кого-то да но не для них я была на острове Бали в Таиланде в других странах где много очень бедных людей реально бедных например в Бангкоке люди живут в хижинах на берегу реки сливают в нее туда отходы пьют в нее воду и стирают там же белье хоть они и живут рядом с огромным мегаполисом в котором много обеспеченных и богатых людей но они не ведают не верят и не знают что могут жить лучше им просто никто об этом не сказал их предки жили так и они живут так же и смирились с этим а в Индии сколько людей живет на улице им не только нечего есть но у детей завернуть не во что а в Африке голодают не умеют ни читать, ни писать они живут и не знают а в ваших руках из золота знания, информация о том что вы можете сделать чтобы изменить свою жизнь только тогда когда человек сознательно делает свой выбор решает что он достойный постоянно работает над собой подкрепляя свое веру соответствующим образом жизни применяя духовные законы вот тогда начинаются перемены человек который осознал огромную силу своего разума и свое могущество может изменить свою жизнь и стать богатым и процветающим такой человек знает что его слова и мысли имеют мощный потенциал и он с пользой использует эту силу как говорят если все деньги и материальные блага поделить между всеми людьми на планете через несколько лет они все равно вернутся к тем людям от кого их взяли а те кто был беден снова станут таковыми большинство богатых людей имеют деньги потому что они исповедуют психологию богатства их сознание оперирует большими числами и они готовы к большим деньгам жизнь прекрасно удивительно а вырождены для великих дел создатель смотрит на вас и ждет когда вы поймете и почувствуете свою силу и могущество и начнете действовать что-то не может иначе они хорошо что-то не может иметь что-то не может Следующая глава, глава пятая моей книги «Тайная психология денег. Скрип богатства и процветания» Татьяна Салмановна Макту, Саи Фудин. Глава пятая. Освободите свое сознание от ограничений негативных установок. Приучите себя думать о процветании. Процветающих людей в мире гораздо меньше, чем людей бедных, больных и несчастных. А самое интересное, если их спросить, хотят ли они быть преуспевающими, здоровыми и счастливыми, они ответят, конечно, а кто же не хочет? Получается, каждый хочет иметь такое желание, но вот на подсознательном уровне они не верят, что достойны этого. Их подсознание запрограммировано на нищету и зависимость. Сколько лет вы создавали свой образ? 20, 30, 40 или более, говоря себе, кто вы и на что можете рассчитывать. Кстати, такое программирование, как телевидение, новости, разговоры о бедности и несчастьях, которые так охотно многие пересказывают друг другу, все это играет огромную роль. А о чем еще говорить? Как много проблем? Что плохого случилось сегодня в мире? Где упал самолет или произошел теракт? Кто с кем живет? Кто от кого ушел? Вы скажете, так поступают все, а вот и нет, не все. К тому же сейчас мы говорим не обо всех. Сейчас мы говорим о вас, о вашей жизни, благополучии и процветании. О вашей собственной негативной мысли, страхе, сомнении, ну конечно, то, что закладывалось в подсознании на протяжении всей жизни, начиная с детских лет. Все хорошее и плохое, все события, чувства, мысли и эмоции отражены и запечатаны в подсознании, как в компьютере. Почему люди поступают так, а не иначе? Это очень интересный вопрос. Каждый действует в соответствии со своими убеждениями, с тем, что записано в подсознании. И в соответствии с тем, на что оно настроено, что в нем заложено, таким образом мы реагируем и поступаем в различных ситуациях. Подсознательные программы порождают нашу реальность. Внутреннее управляет внешним, уравновешивает. Если внутри человека присутствует страх, недостаток, нехватка, то внешние обстоятельства, уравновешивая внутреннее состояние, будут выражаться как бедность и нужда. Поэтому очень важно выяснить, какие присутствуют установки. Вспомните, что говорили о деньгах, богатстве и просветании ваши родители, родственники, хорошие знакомые. И каких убеждений придерживаются люди, которые окружают вас. А теперь посмотрите на свои установки и убеждения. Почему для одного человека что-то возможно, что другому кажется совершенно нереальным, а ответ скрыт в убеждениях этих людей? Для кого невозможно, его ограничивают внутренние убеждения. Так как, чтобы изменить внешние обстоятельства, сначала необходимо изменить внутренние. Я не заслуживаю богатства. Наверное, мне суждено быть бедным. Деньги можно заработать, только многое тяжело работая. Кто-то бедный, кто-то богатый, а я родился бедным. Так, наверное, и суждено. Не верится, что смогут стать богатыми и преуспевающими. Все хорошие возможности и бизнес в руках богатых людей. Что я могу сделать? У меня нет ни денег, ни связи, ни хорошего образования. Какое тут может быть преуспевание и богатство? Только имея деньги, можно сделать деньги и преуспеть. Стыдно тратить деньги на себя, на развлечения, удовольствия, когда вокруг так много бедных. А может быть, вы уверены, что деньги – это зло, и вы еще удивляетесь, что вам их постоянно не хватает? Знакомы вам такие или подобные мысли? Как говорит восточная мудрость, что сосуд, наполненный страхами, несчастьем и бедностью, нельзя наполнить радостью, удачей и изобилием, потому что он уже полон. Поэтому сначала его не надо опустошить. Это можно сделать, убедив себя, а значит свое сознание и подсознание, что вы свободны от ограничений и запретов, и достойны богатства, процветания и счастья. И в этом вам помогут позитивные утверждения и визуализация. Смотри, мои следующие главы, мои книги. Пытаться стать богатым и процветающим с негативными программами и установками – все равно, что путь против течения. Поэтому необходимо выявить и перепрограммировать их, а также укоренить сознание, новый образ, новую реальность. Позитивные мысли о процветании, деньгах и изобилии. Убедить себя, что вы достаточно хороши для процветания и богатства. Вселить веру в свои силы и бесконечные возможности. Когда позитивная установка укоренится в вашем сознании и подсознании, она начнет работать автоматически. Точно так же, как большинство процессов в нашем организме, например, наше дыхание. Вы же не задумываетесь, что вам надо вдохнуть воздуха и не забыть его выдохнуть. Этот процесс происходит автоматически. Наш разум можно сравнить с садом. Если вы не следите за своим садом, вашим сознанием, то ветер будет приносить в него разные сорняки и совсем неизвестно, что в нем вырастет. Но если вы сознательно следите и ухаживаете за ним, то вырастет только то, что вы хотите и планируете. То же самое и с сознанием. Ухаживая, отфильтровывая поступающую информацию, специально закладывая в него мысли, программируя его на процветание, успех и изобилие, вы получите соответствующие результаты. Задумайтесь, кто вас ограничивает, обстоятельства? Почему столько запретов в вашей жизни? А кто создал такие обстоятельства? Вы сами? Ваше сознание, ваши мысли и слова? Какие чаще всего мысли возникают у вас, положительные или отрицательные? Вы думаете, что хорошо бы стать богатым и процветающим, но подсознательно не верите в свои силы и поэтому ничего не предпринимаете, чтобы сбросить оковы ограниченности? А может, вам и так хорошо? Тогда и менять ничего не надо. Это другой вопрос. На эту тему есть очень хороший анекдот. Проезжает американец в Африку и предлагает местному жителю заняться бизнесом. А тот его спрашивает, а что мне надо будет делать? Ты будешь собирать бананы, а я организую доставку в Америку, заработаю много денег и будешь лежать под пальмой и отдыхать. Так я и так каждый день лежу под пальмой и отдыхаю, отвечает африканец. Мне и так хорошо. Подумайте, может быть, поэтому вы не можете достигнуть своей цели? Вы хотели бы начать свой бизнес, но боитесь ответственности, того, что придется много работать и куда-то ездить. К примеру, а вы привыкли лежать на диване, боитесь ошибиться и стать смешным. А может быть, вы не знаете и не представляете, куда же вы будете тратить и что делать с большими деньгами, которые вдруг появятся. Все наши убеждения являются вибрациями, которые привлекают или отталкивают события, обстоятельства, а также процветание и изобилие и притягивают людей в соответствующие обстоятельства. Кто настроен на худшее, думает, что все хорошее случается с кем-то, но не с ним, поэтому когда-то что-то хорошее случается в жизни этого человека, он проходит мимо и не замечает этого. Так как настроен негативный и не верит, что люди хотят ему добра. Он не видит возможностей, которые могли бы сделать его богатым и успешным. Хотите стать свободным от ограничений? Тогда так и скажите. Я свободен от ограничений. Я выбираю свободу, радость, процветание и изобилие. Это будет так. Заставьте поверить в это и ваш разум. И так оно и будет. Измените свое убеждение и установки, которые ограничивают поступление материальных благ, процветание и благополучие в вашей жизни. Правильное программирование приводит к победе. Вы начинаете верить в то, что действительно достойны богатства и процветания, а значит, станете процветающим. Как только вы настроите свой разум на изобилие и процветание и поверите в то, что вы достойны этого, все это изобилие, процветание, деньги, всяческие блага не заставит себя долго ждать. С каждым днем ваша жизнь будет становиться все лучше, и вы будете обнаруживать все больше благоприятных возможностей. И очень скоро изобилие и процветание станет нормой вашей жизни. Это действительно так. Моя жизнь изменилась неузнаваемо после того, как я осознала, что все дело в сознании и подсознании, стала применять положительные утверждения и убедила себя, что достойно процветания, богатства и изобилия всяческих благ. Моя жизнь изменилась неузнаваемо после того, как я осознала, что все дело в моем сознании и подсознании, стала применять положительные убеждения и убедила себя, что достойно процветания, богатства и изобилия всяческих благ. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok